здравствуйте мои маленькие любители микрофонов с вами колян и сегодня у нас вот такой вот обзор hyperx quadcast s микрофон взял его себе недавно вставляем в коробке давайте пока отложим сам микрофон находится вот в таком вот кейсе внутри ну и с ним еще идет мануал какие-то бумажки и переходник это у нас для понтографа три с половиной на восемь или что-то такое сам микрофон выглядит вот так вот довольно большой низ прорезиненный у нас то есть удобно будет ставить на что-либо миг бы таки кто любит стримить кстати заходите на канал я начал стримить тоже поначалу буду стримить старые игрушки дальше посмотрим что интересно у него есть регулировка звука прямо на микрофоне очень удобно но вот эти вот пять точек это не вся регулировка регулируется он видите насколько минусы насколько он регулируется в ключ он до стрима я примерно вот так вот оставляю rgb подсветка у него присутствует дальше вас вами включим посмотрим антиимберационный паучок все ваши удары по столу когда вы будете в ярости никто не услышит сенсорная кнопка выключения находится прямо здесь срабатывает даже я перевожу на стриме что можно даже не докасаться срабатывать от тепла но это уже конечно так просто но все понимают что такое для стримера иметь кнопку быстрого выключения звука раз нажал что-то из нового производства к примеру обратно включил вопросов никаких нету питается он у нас с вами от usb type-c его предшественник хайпер из подкат обычный питался от из битой а вроде бы не буду здесь мы еще видим дальше выхода наушники то есть вы можете подключить со своей наушники слышать самого себя очень удобно и дальше у нас идут режимы вместо кардиоидный давайте начнем с самого первого переключим самый первый режим это у нас стерео режим то есть когда вы будете в него говорить этот микрофон вот если вы будете говорить ровно по центру у вас будет слышно в обоих ушах ну наушниках на том устройстве на котором чек слушать вы говорите слева он слышит в левому вы говорите вправо вправо не знаю для кого подойдет смотрите сами судите точнее следующий режим все направлены то есть наш микрофон ловит со всех сторон что спереди что сзади одинаково конечно он не настолько профессионально чтобы записывать на него это песни треки своих но я находил на просторах ютуба и такое что на него пишут спокойно люди главное на стройках разобраться правильно следующий режим тот которым я пользуюсь в основном это кардиоидный то есть микрофон пишет все что находится вот примерно вот так спереди я когда стремлю сзади звук клавиатуры мышек это все меньше записывается меньше чувствительность него ну и последний режим у нас с вами это двунаправленный то есть здесь нет полоска посерединке такая и с этой стороны допустим у вас есть два собеседника и вы хотите записать интервью взяли поставили микрофон платили его сделали вот так вот один собеседник слева другой справа или наоборот справа и слева и все и вот все что с этой стороны и сад будет практически не так не не слышно готовься все что находится двух сторон будет нормально записываться и в целом я доволен по звуку мне нравится выбор до этого выпал на блюете но что по цене цена у нас декабрь ноябрь-декабрь 2002 года стоит он есть и без скидки но со скидкой понятных делать то можно и мудрецы и 10 до 9 может где-то урвать я не знаю без скидки он стоит примерно вот 15 тысяч рублей возможно 16 где-то в этом районе так из минусов из минусов ребята вы делаете ваш предшественник был тайпа вы молодцы вы сделали тайп си все хорошо провод у вас большой здоровый вон сколько то есть она ски вообще я когда стремлю я вот так вот и остается так я подключаю то есть это все не обрабатывать не нужно но какой же большой минус у вас выход только вода обычный юзби то есть почему-то переходник переходник вы додумались положить до переходник вы кладете для понтографа для чего-то еще а здесь вы не может сделать либо переходник на тайп си но что сложно положить я не думаю что за такую сумму можно спокойно положить либо сделайте здесь сразу выход на тайп си ну сразу выход на такие понятно почему нет потому что не у большинства людей на компьютерах есть выхода тайп си допустим у меня есть у кого-то может быть нету но этот микрофон не требует еще у нас с вами дополнительное питание то есть у него можно спокойно записывать это подсказ на телефон там в донаправленном режиме какой-нибудь интервью и что мы получается нам получается для этого нам надо будет еще тайп си дополнительно покупать также у данного микрофона присутствует приложение называется хай перед инжените можно скачать его как на сайте официально так и через microsoft можно попробовать скачать правда меня не получилось я скачал и у вас еще предшественника который был чисто красным здесь полноценная айджи подсветка то есть можно сдавать любой цвет какой вы хотите хотите желтый синий задайте тоже хороший цвет будет нормально я считаю вот сейчас пройдемся с вами покажу вам как он выглядит уже подключенным компьютером не наверное будем заканчивать плюсы минусы пока по работе сказать не могу поскольку пользуюсь недавно вообще недавно недели полторы две возможно может быть дальше какой-нибудь обзор я вам и запишу нравится вам не нравится если сравнивать его с предшественником непосредственно всего это hyperx quadcast обычный не с то здесь мы имеем полноценную подсветку и выход из битой все в принципе все микрофон очень прост то есть это не надо никаких приложений не скачивать приложение здесь нужно непосредственно для изменения подсветки если вы минимум вам это не нужно может даже не скачет включили компьютера на мою его определил все работает пожалуйста разговаривайте протестили микрофон сам там дальше понятное дело разберетесь все никаких проблем с этим нет никаких приложений скачивать вам не нужно весит данный микрофон ну порядка 250 300 грамм чуть больше чем телефон опять же изначально играл под дуете который есть полтора килограмма ну возможно у того тоже есть свои плюсы он такой весит и здоровый в ретро стиле сделан такой вот так ребятки выглядит микрофон уж подключенный компьютеру смотрите мы включили компьютера он начинает переливаться разными цветами чтобы это исправить заходят приложение и тот цвет который выставлен у нас автоматически зеленый автоматически вставляет здесь можно настроить уже там микрофон цвета его индикатор это можете добиваться здесь много всего интересного для него есть вот выключение то что я говорю нажали выключил индикатор помогает нажали включился никаких проблем зажать тепла заработает вот так если мы отсюда выйдем из этого приложения которое фоне работает то микрофон у нас переливаться от обратно связаны цветами это так это работает а это вот марки кстати про них был ролик давайте такие но вот как то так на этом будем прощаться его ребята до новых встреч